запись пошла здравствуйте друзья вот на проводе железов садовод сибирь хакасия вот а на том конце провода женщина по фамилии рая очень красивым голосом вот и вы знаете что случилось сегодня я мы уже давно последние вспомните урал телемост филиндия телемост до этого была германия но это было давненько правда вот и уже практически все областные центры страны и вдруг совсем рядом моей любимой хакасии живет женщина рая садовод что случилось она назвала ключевое слово я из поселка подсиние и для меня поселок подсиние сразу сработал инстинкт хакасии исключая саяногорск находится еще два маленьких центра абрикосов рая может быть вы меня слышите громкая связь а сейчас я вас буду пытать сейчас я из вас все выжму прямо как вы знаете это за горло возьму но пока я должен объяснить людям о чем речь хакасии 2 кроме саяногорска еще центра абрикосов гора самохвал и поселок подсиние вот и когда вы сказали здрасте в лекарстве я смотрю ваши фильмы я груза я стоп стоп вы с подсинила значит это я я должен теперь послушать вас и так это особый случай а вдруг тот самый случай когда надо чтобы узнала вся страна рая я вас слушаю я люблю огород люблю хочу развести я каждый год выписываю сады россии уральский дачник я выписываю саженцы но в результате у меня немножко порастет и погибает они приходят некачественные во-первых такие корни сухие и но некачественные они как бы засохшие мертвые и у меня столько трачу денег на то чтобы развести себе сад но я никак не могу я о вас уже давно давно слышала я в прошлом году к вам обращалась но уже поздно вот я потеряла об этом году я думаю нет надо пораньше обратиться я пересмотрела так отключилась что это значит включая снова это бывает правда редко первый раз у меня отключилась во время съемки отключилась почему-то давайте дальше поговорим очень я говорю вам что я много много права слышала и много роликов посмотрела и видела ваши сады уже не первый раз не первый год и мне захотелось именно уже купить саженцы у того человек приобрести чтобы развести именно сад а не то что приходит ко мне уже эти вот полумертвые саженцы но мне приходят еще каталоги и там учат я тоже смотрю ролики и каждый учит как правильно садить ну и я была опять в отчаянии что опять я неправильно посадила вот я я яму сделала лила туда удобряла ну так как вот учили вот сады россии много роликов как бы там профессора и в результате у меня концу лета только что-то проклинула и проклёвывалась и я не обрезала потому что я не знала что это надо делать ну вот так вот у меня получилось я очень хочу с вашей помощи развести себе сад так рая самое ценное время уйдет смотрите я за вас я скажу вы мне сказали второй звонок был я был заказала у железово сына саженцы были удивлены что вам согласились в рассрочку так вот все будем про это все это доедется я добавлю то чего не может быть никогда единственный стране сад я имею ввиду северную часть страны который зимует на морозе да еще в сибири вот это гарантия того что у вас не замерзнет давайте вернемся мне важнее информация про меня уже все знают смотрите на экране я листаю поселок сезая ой сезая это уже привычка срабатывает почти не вот он поселок да вот красоты необыкновенно как вот на картинках здорово я сейчас знаете о чем я уже вижу вот он мост на это братский мост я знаю знаю я о другом значит уже я никогда не был поселим что я вижу у вас благодатнейшее место вот это садыра где частный сектор вдоль енисея поэтому у вас и абрикосы живут то здесь микроклимат ваш этот участок вам подтвердите не замерзает зимой не замерзает вот у меня абрикос но он очень старый уже он и считает от старости уже у меня погиб груша это персик был очень вкусный большой крупный но он уже очень ему уже на лет 18 поэтому он погиб уже вот я это моя любимая тема знаете почему не будучи не в этом самом поселке поселке подсине вот я про много слышал я же не мог не слышать я же фактически летописец все хакасии все сибири вот знаю все лучшие сады а поселок россии не знаю вы сейчас подтвердили что абрикосы здесь растут так здесь растут даже у нас с подсинева брали вот я не знаю точно люди уже они тоже пожилые как бы старожители подсинева они абрикосы делали у них брали саженцы чтобы посадить вывести сортов подсинский и вот так рая теперь послушайте меня почему я возбудился почему мы устроили этот разговор и так я рассказываю очень грустную историю но она касается именно подсинева однажды мне переслали ну допустим байкалов наш гений сибирский абрикосовод но он меня терпеть не мог причины тому были там 50 лет а тут сразу за считанные годы такой же результат он-то сеянцевыми а я под прививками то есть у меня получилось быстрее он меня мягко говоря недолюбливал и вот друг я получаю это очень подсинева касается я вдруг получаю мне от него а прислали его призыв помочь он уже был преклонный возраст так значит но у него сад расположен в неудачном месте а у него лучшая коллекция абрикосов было вот сеянцевых это важнейший момент сенсору вот и он обратился подписать там помогите петицию он обратился к правительству хакаси дайте землю под синим слушайте что было дальше я почему и возбудился я проникся хотя знаю что мне не любил вот даже очень жестко в это печатных ну то есть газетах обо мне отзывался но в ревности она всегда так бывает вот пускай я и он на том свете я давно просил я тогда думаю ну нельзя амбиции я взял а у меня я наглее всех в стране такая водится все знают жилиру я взял и звонил говорю мне это самую государственную думу кто занимается садоводством значит мне перезванивают мы занимаемся садоводством мне нужен депутат который там отвечает за сельское хозяйство я отвечаю фамилию уже забыл все я железов я обращаюсь от имени байкалова байкалов уникальная коллекция сортов и абрикосов вот байкалов попросил чтобы ему дали а он заслужил это он заслуженный агроном россии вот вот он выдающийся садовод он гений говорю я в трубку пожалуйста он просит дать ему участок чуть-чуть получше ну и уже за 80 вот поселке под синим ладно разберемся слушайте внимательно это же не это то что я говорю это лето пессибирского садоводства проходит немного времени звонок я из госдумы я не депутат но мне поручили разобраться я опять повторяю эту историю опять тишина заметьте никаких писем никаких записей проходит несколько дней звонят валерий константинович тот же голос но не депутат а помощник депутата вот я мы разобрались в этой истории мы обратились правительство хакасии передали это пожелание что у вас там живет выдающийся садовод байкалов что просит землю под синим так за стул держитесь держитесь ответ который получил не я а государственная дума следующий деревня под синяя это своеобразная рублевка города абакана наподобие рублевки города москвы поэтому никакой речи о том чтобы дать землю не может быть вот понимаете почему я вот при слое пасе опасением растут абрикосы а знаете чья приходится у вас растут байкаловские нет это там их очень много да вот так вот а могут расти абрикосы и вот 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 чем беда то наша что вот ну а потом прошло еще несколько лет и байкалов умер вот так вот а я еще скажу про него пусть это уже не касается напрямую наш нашу тему я думал от вас больше услышать вот например соседей одно соседа то растет другого то вот спасибо подтвердили не замерзающие не сея вот вся причина микроклимат здесь температура наверняка когда допустим там дальше в степи допустим минус 45 там это нормально то наверняка здесь где-то тридцать восемь тридцать шесть рядом с инетеем живем подтвердите что у вас 40 градусов почти не бывает сколько 40 40 ну очень редко сейчас так вот байкаловские абрикосы на 10 градусов морозостойче принятой официально цифре весь научный мир знает россии заниматься абрикосами бесполезно потому что у них предел минус 28 30 вот и хотя на заслуженный агроном россии но он всегда был в оппозиции так я ушел непризнанным гением я сделал фильм я пригласил это запоминайте друзья не только вы у вас есть компьютер допустим вот есть два больших серьезнейших раз уж получилось что перешли от подсиньего поселка байкалово два серьезнейших больших настоящих документальных фильмах называется жизнь окнами в сад серия 1 снята когда абрикосы плодоносили и серия 2 снята когда все остальное плодоносила вот я пригласил съемочную группу с красноярска так и не все регионы есть такая телестудия очень крупная и вот они сняли фильм у меня раз вот а досье на меня собрали а там есть все потом жестовским потом чернобаева это три лучших сада в нашем регионе и байкалову и вот показали но если первые три наши это оптимизм полный это прекрасные сады это все ловится от фруктов это показали надо было показать по центральному телевидению страна обузнала что три лучших сада это в сибири но это ладно поехали по после этого поехали байкалово съемка и вот показали угасающего человека который с трудом разговаривал который водил их по саду сад умирающий почему и нужна была ему земля под синим хоть чуть-чуть бы еще продержаться спасти эти сорта а потом самое страшное сказать вам хотите вы упомянули сады россии у садах россии получилось как значит я обвинил всех а я же популярная личность ну так зашел разговор вы как бы мне ну как сказать мне легче разговаривать живым человеком чем просто в экран тупо спялиться так вот как я делаю так вот я обвинил тем что в россии исчезает сорта байкалова самые знаменитые самым на 10 градусов морожен морозной чем все что создала наука там по ту сторону урала и что вы думаете тут же кто-то взял набрал там допустим красавчик байкалова там абрикос там восточный сибирский там это и прочее прочее да вот эти его знаменитые сорта набрал и оказалось что десятки питомников и меня морда ну не морду тыщет а так вот чего олег константинович как это у нас не поддерживается это не сохраняется у нас питомники имеют сады и саженцы из байкалова и целый список я оказалось не оказалось включая ваши сады россии так который упомянули то там тоже якобы есть осада нету 2 2 этот самый питомник сада нету третий нету на саженцы подписаны байкаловске то есть название а фотографии из интернета которая есть еще на сотнях сайтов вот такая горькая история вот а мне до сих пор зло берет сергею моему железу вы у него саженцы выписали не дали землю вращался в шушенская представляете землю которая зарастает соснами десятки сотни гектаров самая лучшая земля должны ваши почти не у нас лучше у нас особый климат вот и вот там где зарастают сотнями сотни тысячи гектаров земли устроили аукцион десяток человек за деньги купил остальная земля пропала то есть она не пропала нас теперь сосны растут вот и сказали вот вам они землю это сергея лучший питомник россии это наш лучший сад сибири по качеству плода лучше в россии еще зря что ли сергея обратились вот это мне наболело так теперь еще спрошу вы на рынках бывали на местных у вас на рынках есть местные саженцы прекрасные и на вас на рынках есть привозные как бы не продают на вот в обакане да я бываю но я там не беру почему потому что я вот у них с открытой корневая система открытая и я вижу что она черная я не люблю такое не хочу это много таких южных меня вот тоже я тоже заинтересовалась где бы лучше купить что и много южных которые у нас не живут так пропадают то есть вы же много потратила средства чтобы развести и в результате я ничего путем не вырастила нет но есть у меня яблочки есть у меня лишние у нас у соседку соседки они привезли с украины с украины саженец и он у них разросся и пошли как бы вот эти отростки и вот они мне дали два вот этих саженца я их посадил и вот они у меня уже сколько их штук пять вишня темная такая она на плодоножке тоже очень вкусная но она кисловатая не нужно ну крупная вкусная вот мы ее собираем вот эту вот вишню очень крупная хорошая вишня значит получается так огромный рынок саженцев в абакане очень много саженцев прямо мешками стоят много но я не беру я не беру понятно но люди то берут поэтому у вас и садов то нет ни черта вы знаете какая страшная проблема у абакане нет массовой гибель именно яблонь трону коснулась вас вот у нас у соседки у моей у нас здесь под синим был сейчас наверное жена как бы умерла он в абакане больше живет но участок у него там саженцы я у него покупала тоже но они выросли все такие хорошие все первый год только заплодоносили погибли ну что за причина ну причина я вам скажу я сам пытался вычислить дело в том что эта причина затронула в курсе что на какой-то момент но это я всем обращаюсь многие меня подтвердят абакан вот эти вот районы вот то что передо мной на экране незамерзающие не все это начиная от поселка черемышек и до сюда вот так это несколько миллионов почему потому что дать что не несколько ну тысяч сто или двести ну может быть я привлечу 0 полмиллиона если везде взять потому что а еще же расплылись с удовольствием началось доля незамерзающие лисея расползлось и вот эти несколько пошло уже по деревням все несколько миллионов яблонь было уничтожено в течение одного двух трех лет а вот одномоментно пришла страшная беда я никто не поняли не распознал до сих пор не морозы уже ни при чем знаете почему рядом он это везде поселок майна поселок черемушки айдай карак 2 карак несколько прилегающих деревень вот везде росли уже мои абрикосы абрикосы живы а яблони у которых морозостойкость на 5 10 градусов выше везде померзли чего не померзли а погибли пришел бактериальный рак я его так назвал потому что наука не смогла определить бактериальный не грибку не грибы которые жрут дерево понемножку больные подмерзшие деревья такие с ранами там грипп он поселяется на мертвые места на больные а здесь случилась страшная беда и когда мне приходилось посещать абакан ну куда жизнь заставила а предпоследний год я почему это надо было у вас есть такой председатель союза садоводов абакана и не замечательный мужик самый грамотный мужик я считаю не в хакасе нет хакасе для этом слишком большая нет и хакасе во всей сибири вот равного ему нету вот он бил тревогу он требовал разобраться с этой болезнью бесполезно никому ничего не надо а привезли ее привезли ее со средней азии это бактериальная болезнь которая назвал раком только из зловещего слова выбрал вот и что случилось это я уже рассказывал вам как бы отчет я знаю больше я знаю меньше инина но больше остальных сибиряков значит что получилось получилось следующее последний год когда не это лето а прошлое лето уже я походил по рынку вы поверите крупноплодные яблоки сезли остались ранетки люди торговали ранетками это был страшный удар а мы уже и даже моя деревня красный хутор машина за машиной покупали рефрижераторы чтобы скупить яблоки в каждом дворе от 50 100 до 200 ведер яблок просто потому что для этого хватало десяток я бы урожай были дикие и в одной части все было уничтожено и вот я говорю мне осталось пять минут отключится аппаратура до края ради бога вы заслушайте это уже ради всех я говорю значит я сейчас скажу лет 6 8 назад я вместе с телевидением снял очень-очень большой фильм там часа два на два документальный вот вместе с телевидением он набрал там сто или 200 тысяч просмотров это кстати мало даже на хакасии и там я показывал деревья изуродованной обрезкой по у меня мой то сад жив а по всем соседям все было уничтожено до последнего этого все соседи занимались тем что делали деревья штамбы обрезали нижние ветки середку вырезали пусть валенок пролетает идиотских советов по начитались вот я призвал когда увидел и уже последние яблони умирающие черный уже с телевидением подводил к одной второй третий тыкал из нитя морда и их и хозяев и призвал все вроде просмотра много сотни тысяч но все равно мало на против меня вся эта самая резать резать из сразу погибли за один год все деревья которые были нет не с морозобойными а вот с такими ранами потому что одно дело морозобойное другое дело когда рано на кольцо вот я подходил первому десятому сотому пятисотому дереву все они в одночасье и то что черный рак который 10 лет жрет старые деревья вот все это случилось в одномоментно и кроме меня только один человек инин умница молодец настоящая агроном вот и все равно никто нас не услышал не мой фильм который вроде бы набрал просмотров стоит 150 тысяч или 250 вот и его не услышал показывала его телевидение богатства я вас услышала и он знаете у меня есть еще такой вопрос можно ли садить абрикос или там яблони груши если у земля солоник и как вот посадить вот у моей подруги огород солоник там и глина и вот она не может развести этот сад потому что погибают деревья что нужно сделать ну для начала поменять место а если все таки переезжать не хочется нужно знаете я тоже скажу не обрадует дело в том что мой приятель вот миллионеру бывший директор завода он просто взял и 100 этих камазов зовет нужно делать холмы весь полностью почву поднять невозможно можно только делать большие до метра но очень пологие на это очень много земли надо много камазов вот для для этого надо так вот а потом просто что есть деревья скоро и вот сразу говорю яблони корневой отводки сливы корневой отводки и вишни корневой отводки они не имеют центрального корня они спокойно будут жить в этих холмах но пологих иначе корни замерзнут так вот поначалу поливать надо потому что холмы раньше высыхают потом внимание они начинают перерабатывать почву под собой то есть а теперь уже не вы помогли там привозу они просто почву перерабатывают такую делать какая какая им нужна но это конечно рада а потом уже имея корневая эти самые сливы вишни сливы есть уже одна них можно привить абрикосы конечно это не подарок это такой роскошь уже не будет на сливах абрикосы будут чаще гибнуть короче век на вишнях может черешни вот по седе может черешни вырастить на этих сда сливах можно персики вот на кроме абрикосов на грушах то есть на яблони они у них корни короче чем у слив очень у груш несколько раз короче на них можем потом привить грушу и плюс еще вспомним войлочную вишню с короткими корнями кустарники вот и все и пошла последняя минута вот больше не расскажешь вообще мне хочу хочу валерий константинович я благодарна вам вот за ваши ролики за все и вот я сколько слушала вы даже говорите враг там не враг а плохое отношение было с байкалом но от вас я не услышала нет ни об одном плохое слово ой сейчас закончится я вам скажу мы встретились байкаловым москве на чужбине на международной конференции и мы обнялись и даже прослезились это не шутка клянусь богом это правда все 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 это раечка миленькая мы можем еще часами говорить но сейчас он отключится зараза ну ладно здоровья вам